Ну что ж, друзья, просили перепелок? Получите! Вот вам две сырые перепелки, красивые, лежат ровно, крылышки оп-оп, ножку оп-оп, все, нежные, классные, суперские, офигительные перепелки. Перепелок я буду готовить с красной смородиной, ее нынче полным-полно везде, особенно на дачах. Значит, чеснок обязательно, соль, перец, масло, сами понимаете. Но начать нужно с перепелок. Желательно, конечно, чтобы у вас была не заморозка, а охлажденка. Ну, это в идеале. Если вы все-таки купили заморозку, то давайте чем-нибудь ее подольше мариновать, потому что иначе она у вас будет резиновая. Для того, чтобы перепелка осталась более сочной, разрезать ее лучше всего со спины, потому что здесь у нее нету никаких мясных частей. Поэтому, имея ножницы для птицы, вы спокойненько ее раз и разделали, разрезали. Что будет, если мы разделим перепелку по грудке? Мы разрежем грудку, и вот из того, что мы разрезали, с краю на отрезе начнет выделяться сок, который, в общем, и сделает нашу перепелку менее сочной. Вот так мы ее распластали. Ну, как мы. Я, конечно. Некоторые любят говорить. Мы Николай Второй, но я так не люблю говорить, потому что меня зовут не Николай Второй, а Василий. Фамилия моя Мильяненко. Если вдруг вы еще не поняли этого. В общем, вот что я сделал. Опа! Раздавил перепелку, чтобы разошлись здесь суставные части. Все. Она готова у меня к тому, чтобы ее отправить в духовку. Но вначале мы ее должны замариновать. Как вы уже поняли, я мариную прямо на противне. Вообще, потому что лень мне будет мыть потом лишние чашки. Если вам не лень, маринуйте ее в чашке и так далее. Значит, что я делаю. Красную смородину. Крыжовник можно использовать. Можно использовать черную смородину. Но черная смородина, она, конечно, такая. Больше сладкая. Хотя, я думаю, что перепелке это не повредит. Чуть больше сладости это тоже неплохо. В общем, смотрите. Получается, что как будто бы мы это все маринуем с брусникой. Только брусника у нас горьковатая. А красная смородина кисло-сладкая. Но в зависимости от того, как рано или поздно вы ее сорвали. И может быть и просто кислая. Для тех, кто никогда не ел перепелку. Могу сказать, что... Могу сказать, что перепелка гораздо вкуснее, чем курица. По сути, это тоже птица. Мясо у нее очень похоже на куриное. Только перепелка жирнее. Ну и, в общем, обязательно попробуйте. Если вам не удавалось до сих пор попробовать перепелку. Как раз наступило то время, когда вы обязаны это сделать. Тем более с летними ягодами. Теперь обязательно соль. С солью будьте аккуратны. Если при быстрой засолке огурцов соль еще можно смыть водой, то при запекании птицы сделать это уже практически невозможно. Где у меня перец? Перец. Можете смесь, можете черный, белый. Можете добавить туда кориандр. Я вообще не буду добавлять дополнительных специй. Типа там муската, молотого кориандра, еще чего-то. Потому что температура высокая. Я просто боюсь, что у нас и так будет там ягоды подгорать. Но ягоды мы сможем потом подгоревшие смести и никаких проблем. А вот специи подгоревшие уже смести будет сложно. Поэтому соль, перец. А, чеснок, чеснок. Я же забыл самое главное. То без чего не может быть ни одно блюдо на моем канале. Но только что десерт я готовлю без чеснока. Я не парюсь. Видите, по поводу шкурок. Во-первых, в шкурке удобно чистить. Вернее, в шкурке удобно резать. Она не скользит в руках. Хотя тоже такое занятие. Такое занятие. Странное. В общем, все сюда. Все в домик, все в норку. Чеснока не жалейте. Он пожарится. И особо там аромат, знаете, будет такой. Достаточно мягкий. Дорогая перепелка, можете повернуться на спинку. Мы вам сделаем припарочку еще с этой стороны. Ну ладно, придется мыть руки. Короче. Соль добавляем с этой стороны, конечно же. Черный перчик. Черный перчик. И немножко. И немножко. Маслица у меня это из-под индейки. Но вы знаете, Я иногда использую масло, которое у меня было в начале для приготовления мяса какого-либо или рыбы. Потом я его использую для поливки или жарю на нем что-нибудь. Яичницу, картошку. Очень даже хорошо получается у меня. В общем, в масле немножко обваляли. В чесноке немножко обваляли. Часть чеснока наверх нужно положить. Шкурки оставляю. Шкурка тонкая, сухая. Она досохнет. Потом начнет дымить. И этот некий дымок там, или как это можно назвать, вот он создаст ауру. Не могу сказать, что это будет копченым пахнуть. Но что-то вроде того. Перепелки красивые, красивые. По вкусу отличные, отличные. Ставлю в духовку. Видите, у меня еще камешек от друга моего, Аркаши остался. Кстати, вещица удобная. Блин, камень накапливает тепло. И в духовке вообще жарче становится. Вот тебе за эту фразу затроллил. Ну, потому что жарче она не может стать, чем... Больше, чем она греет. Да, хорошо, не жарче. Духовка у меня... Эй, пусть троллят. Пусть троллят, Вася. Ну, как она, если камень... Как он не жарче становится, если... Не, ну вот скажи мне, как по физике может быть, если температура нагрева, там, нагревательного элемента 100 градусов, как она может из-за камня стать... Ну, камень может стать 120 градусов, скажи мне. Ну как, а как мы мерили термометром? На камне температуру раз, камень в бане. Хорошо. Давай, если обложить баню камнем, то ты там, блядь, зайти не сможешь. Если стены будут в бане каменные. Но... А если они деревянные? Нет, но если они будут... А печка по такому же принципу? Нет, подожди. У тебя температура камня не может быть выше, чем температура дров априори. И тут точно так же. Но почему? Вот спроси у них. Почему? Вот со мной господин продюсер спорит, что температура не может быть из-за камня выше в духовке, чем она была до этого. Ну как? Я поставил перепелку на 230 градусов. Но у меня плита долбанутая, поэтому вы ставьте на 190 градусов. Вверх-вниз жар. Я поставил ее на 25 минут. После 25 минут смотрим, перепелки разного размера бывают. Смотрите, если вдруг она еще не доготовилась, потом можно будет ее под вертикальный гриль перенести. А если она уже готова, то через 25 минут мы ее достанем. На гарнирчик к перепелке будет у нас салат из морковки. Да, из одной морковки. Там будут еще травки-муравки. Но вы знаете, я не хотел делать какой-то такой серьезный гарнир. Вы его можете сделать без меня. Я всего лишь вам хотел показать идею, когда летом мы, имея прекрасные овощи и овощечистку, просто-напросто делаем вот так. Значит, чтобы не уходить вглубь, поворачиваем морковку периодически, для того, чтобы ленты не были такими широкими. Настругиваем морковку, держа... Видите, я оставил специально зеленый хвостик, для того, чтобы ее можно было удобно держать в руках. Настругиваем, настругиваем. Во-первых, в салате очень круто, когда морковка вот такими ленточками. Во-вторых, не всегда в салате нравится, когда морковка кусками. Резать тонкой соломкой, но нужен тогда майонез или сметана. То есть какой-то густой соус, который будет все это скреплять. Потому что если вы нарежете тонкой соломкой, ножом, а потом польете все это маслом, ни ложкой, ни вилкой морковку поймать вы не сможете. Это будет прям целая такая затея гастрономическая, с кулинарным наполнением. Ну, что здесь уже строгать? Получилась маленькая серединка от морковки. Ленточки в холодную воду. Не подсаливать ничего не надо. Просто нужно разделить все ленточки так, чтобы они у нас были самостоятельные, не лежали, не прилипшие друг к друге, к друг к дружке. Все ленточки должны быть самостоятельные и не прилипать к друг к дружке. Все, в холодной воде пока у нас запекается перепелка, вроде 22 минуты полежит, наберет воду, станет более хрупкая, красивая. Увидите чуть-чуть позже. В принципе, ноги неплохо подрумянились. Грудка тут немножко не подрумянилась. Но судя по тому, что вот здесь вот ноги, смотрите, ножка лопнула, вот здесь мясо, значит, все готово. В процессе приготовления, когда следите, вы видите, что вода кипит внутри мышцы. Кожа так вот, она аж переливается, поднимается, видно ее. Кому вдруг мало... Видите, моментально можно все закарамелизовать. Главное, не переборщить. И вот чешуя загорелась от чеснока. Ну, в общем, вы меня поняли. Без проблем можно добавить немножко дымка. О, огонька даже можно добавить. Что делаем дальше? О, накири. Накири-кири. Значит, берем и какую-то одну, ну, например, эту перепелочку. Встряхиваем лишнее все. Досточку ее... Горячая перепелочка. Нужно немножко дать ей отдохнуть. Если я сейчас разрежу прям в сию секунду, польется из родимой водица по всем доскам и мимо нашего рта. Поэтому 5 минут надо подождать. Ну, хороша девица. Горяченькая, хорошая перепелка. Значит, пока перепелка отдыхает, нужно сделать салат. Ну, то есть морковка у нас уже здесь была готова. Нужно ее достать. Вот смотрите. Видите, я достаю салат, а морковь, мало того, что не гнется, она напиталась водой. Стала упругая, хрустящая и выглядит великолепно. Отчего бы нам из молодой вкусной морковки не приготовить чудо-салат. Значит, что я делаю? У меня есть пакетик волшебный. Это я вчера делал для себя такой салат и подумал, что почему бы и вам не рассказать о том, что можно делать вообще вот с такими штуками. Смотрите, у меня нарванная зелень здесь. Здесь петрушка, кинза, укроп, рукула. В общем, что у меня вчера было в холодильнике. Я, в общем, все тут достал. Перебрал. Некоторые, знаете, были такие гнилушечные. Знаете, чуть подпорчено. Я все красивые все пообрезал, остальное выкинул и все это сложил в пакетик. Потом я сюда добавляю, конечно же, морковь. Прям на зелень. Блин, какие они прям такие, как проволочные. Смотрите. Видите, она даже не гнется. Как проволока. Крепкие стали. Водой напитались. Морковочка. Ну, по-вашему усмотрению. Очень. Хотите побольше, хотите поменьше. Проблем никаких вообще нет. Немножко оливкового масла. Немного масла с соком здесь. Перепелки. Масло с соком красной смородины. Это добавляем сюда. Кислота есть, поэтому лимон добавлять не надо. Каплю трюфельного. У кого есть. У кого нет, то трюфельное не добавляет. Я к тому, что нужно использовать все, что есть. Размышляйте над тем, что вы могли бы туда добавить. Какой-то сладости. Какой-то ароматики дополнительной. Все. Теперь чуток соли. Ну, там сами смотрите. Можете соли не добавлять. Все. Поливаем теперь заправкой. Дрессинг. Дрессинг для нашего импровизированного салата-десерта. Морковка хрустящая. Ароматная зелень вообще поддерживает. Это чисто летний вариант. И опять же, по раздельному питанию. То есть, кто следит за своей фигурой, почему бы нам не поесть от души, но раздельно. Углеводы от белочков. Все. Теперь у нас осталось только лишь... Опа! Аккуратно. Смотрите. Мясо все прогрелось, прожарилось, сочное. Если нажать на него, смотрите, видите, блестит сок прям. Если нажать сильно, он потечет. О! На пальце горячо. Итак. Одну половинку на одну накладываем. Можно даже вот так. И самое главное, с удовольствием насладиться трапезой. Приятного аппетита, друзья! Подписываемся на канал, ставим лайки. Кому не нравится, отписываемся. Смотрим, берем идеи, принимаем их к себе. Пробуем, тестируем, пишем комменты. Обязательно. Потому что, вы знаете, я люблю отвечать на комментарии. Не всегда это приходится делать сразу же, но чуть позже я обязательно отвечу. Пока. Пойду наслаждаться. А, мы же еще не попробовали ее, да? Еще нужно попробовать. Смотрите, сок здесь прям брызжет. Мясо отделяется. Видите, оно не резиновое никакое, очень мягкое, нежное. Похоже, кстати, на лягушачью лапку. Аромат прекрасный. Великолепно. Видите, оно просто все отделяется пальцами. Великолепно, друзья! Обязательно, вы хоть раз в своей жизни должны попробовать перепелку. Может быть, на праздник, на день рождения. Купите, сделайте, насладитесь. Мясо у перепелки великолепное, нежнее, чем у курицы. По вкусу примерно такое же. До свидания! До новых встреч!